Кандидат в губернатора штата Северная Каролина выразил поддержку мемному криптоактиву SHIB, заявив о намерении купить много монет. В условиях турбулентности крипторынка американский политик Шеннон Брей поделился в Твиттере своим энтузиазмом по поводу SHIB. Всё началось с того, что влиятельный участник сообщества Shiba Inu, использующий псевдоним SHIB Knight, спросил подписчиков, какие мемные криптовалюты они покупали в 2023 году. Брей ответил в комментариях, что собирается купить много SHIB, несмотря на большое разнообразие других криптоактивов. По мнению политика, никакой другой токен не может сравниться с SHIB по уровню популярности. Кандидат в губернатора уверен, многие люди будут инвестировать в этот криптоактив, поскольку его поддерживает популярная торговая платформа Robinhood. Это последние новости криптовалют, и вы находитесь на канале Виталия Жукова. 14 июня Федеральная резервная система США впервые с марта 2022 года сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 5-5,25 годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка. Согласно ФРС, инфляция в США остается высокой, уровень безработицы низким, а экономическая активность продолжает расти скромными темпами. В долгосрочной перспективе ведомство стремится достичь 2% инфляции. Банковская система США прочная и устойчивая. Более жесткие условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, вероятно, повлияют на экономическую активность. Масштабы этих последствий остаются неопределенными. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам. Так говорится в пресс-релизе. Криптовалютный рынок почти никак не отреагировал на новость. Согласно Коэнгек, и котировки крупнейших по капитализации цифровых активов не показали значимой динамики. На момент записи этого выпуска совокупная капитализация рынка криптовалют осталась на уровне 1 триллиона 100 миллиардов долларов. Анатолий Аксаков выступил с вопросами майнинга криптоактивов. Госдума планирует завершить согласование необходимых для легализации майнинга законопроектов только осенью 2023 года. Председатель комитета напомнил, что использование добытых майнингами криптоактивов будет возможно только в международных расчетах и только зарубежными партнерами. Внутри страны операции будут строго запрещены. По мнению депутата, легализация локального рынка майнинга не окажет какого-либо значимого влияния на экономику страны. А перед правительством стоит задача узаконить уже существующий бизнес. В отличие от Анатолия Аксакова, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков придерживается иного мнения. По расчетам Минфина, прибыль российских майнеров составляет порядка 100 миллиардов рублей. То есть при текущих условиях доходы бюджета от налогообложения отрасли могли бы составить примерно 20 миллиардов рублей. Если правительством будут созданы правильные предпосылки для развития майнинга, то возможен кратный рост и, соответственно, пропорциональный рост налоговых поступлений в бюджет. Американская биткоин-битша Coinbase заключила партнерство с некостадиальным кошельком BitKey, который разрабатывает компания-блог Джека Дорси. Пользователи BitKey смогут покупать, продавать и переводить биткоин через Coinbase Pay на мобильное приложение или аппаратный кошелек. Платформа находится на стадии бета-тестирования, полноценный запуск планируется в этом году. Главой Сеггер Генслер вместо того, чтобы убрать Binance в предыдущие годы, сфокусировался на участии Ким Кардашьян в незаконной рекламе криптопроекта. Об этом в интервью Daily News заявил конгрессмен Патрик МакГенри. Председатель Комитета палаты представителей по финансовым услугам и соавтор двух законопроектов, нацеленных на устранение регуляторной неопределенности в индустрии цифровых активов, признался, что не является фанатом Binance. Законодатель отметил, что Генслеру следовало действовать быстрее, чтобы наказать крупнейшую в мире криптобиржу. Платформа является незаконным субъектом, который проводит незаконные финансовые операции. Мы могли гораздо эффективнее преследовать плохих игроков. МакГенри согласился с прогнозом, что федеральные прокуроры возбудят уголовное дело против платформ. В шутку он посетовал, что СЕК должна была принять меры, а не преследовать Ким Кардашьян. Как показали слушания, предложенный МакГенри закон о цифровых активах разделил республиканцев и демократов. Согласно изданию, первые в основном выступают за режим, который сфокусирован на криптовалютах, а вторые поддерживают Генслера в его действиях. Общее количество подписчиков ведущих криптосообществ Reddit, Reddit Bitcoin и Reddit Ethereum достигло нового рекордного максимума – в 7 миллионов пользователей. С 4 по 11 июня на посвященный первой криптовалюте раздел подписалось более 364 тысяч пользователей. Сообщество Ethereum за тот же период привлекло 461 тысячу пользователей. У сапреддитов, Reddit Ethereum Trader и Reddit Cryptocurrency также наблюдался всплеск числа подписчиков. Вероятно, интерес сообщества привлекли судебные разбирательства комиссии по ценным бумагам биржам США с двумя крупнейшими американскими криптобиржами. 5 июня регулятор подал в суд на Binance и ее CEO Champanajal. СЕК выдвинуло 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. На следующий день ведомство предъявило схожие иски к Coinbase. Майнинговый пол Binance предоставил услугу ускорения транзакций для трейдеров категории VIP с ежемесячным объемом торгов на бирже не менее 1 миллиона долларов. Это сервис, который помогает ускорить процесс подтверждения криптотранзакций, особенно при перезагрузке сети или когда пользователь установил низкую комиссию. При использовании услуги майнеры будут отдавать транзакциям приоритет, подтверждая быстрее, чем в обычном порядке. Так говорится в описании решения. Биржа предупредила трейдеров, что после обращения к сервису нельзя отозвать запрос или вернуть плату за услугу.